Привет! Наконец-то я покушала и могу с вами теперь пообщаться. Сегодня я буду единорожкой такой. Не знаю, кстати, как разговаривать единорожкой. Иго-го? Или как-нибудь... Вот такая классная, смотрите, блин, там такая мордашка прям вообще, смотрите, классная. Тут и глазки где-то, и всё. То есть, ну, это был обычный самый обыкновенный магазин распродажи, что ли он называется. Там, короче, всякие, можно купить всякую такую фигню, ну, очень дёшево. Я там покупала и рюкзак у меня кожаный есть, правда, я вот так и не носила. Сумка вот здесь вот поясная кожаная, самая такая дешёвая. Ну, она выглядит как бы нормально такая, хорошая. Вот, и вот такие вот, там вот в прошлом году я ещё видела, не стала покупать. Такие вот, как там, кигуруми, что называют они, пижамки такие, там, тигрёны, как я уже, кстати, говорила. Ну, ладно, это я всё вам уже рассказывала. Не буду рассказывать всё это заново. Так, чем я сегодня занималась? Изначально я хотела сегодня поехать в магазин другой и купить там ложечки-вилочки золотые. У меня уже один набор есть золотых, там, по шесть штук. Ну, что-то мне маловато становится, мне так и не нравится ими пользоваться. Ну, допустим, пять ложек уже лежат там, а остаётся одна последняя, шестая. То есть, как-то это. Я хотела ещё, короче, купить целый набор, также по шесть штук, потому что, блин, мне не хватает. Что-то я их теряю постоянно. Шести штук прям мне мало. Ну, пока я там прособиралась, подумала, что, может быть, Женька меня сейчас пригласит. Пригласит в КФС искать, вчера же мы не ходили, я надеялась, что он меня сегодня пригласит. Но нет, у него, к сожалению, у него есть друзья. У него друзья есть, а у меня друзей нету. У меня нет друзей. Вот в чём вся беда-то. У меня друзья вот только вот есть камера. Я её назвала, кстати, Соня. Поскольку она называется Соня, ну, её будет звать Соня. И, естественно, камера, и в ней сидят куча людей. Мои друзья, с которыми мы в Ютьюбе общаемся, взаимно друг дружку смотрим, интересно смотреть. Вот только вот это вот у меня вот осталось. Идёшь по улице, и как будто болтаешь сама собой, со стороны смотрится. А на самом деле, я разговариваю вместе с вами, рассказываю, чего-то там показываю. Хотя, честно говоря, в городе около дороги очень стало шумно. Мне кажется, раньше было потише. Хотя, летом, я помню, тоже было шумно. Очень сложно, громко разговариваешь. И в итоге непонятно, слышно, не слышно меня там. Тоже бывает по-разному. Вот. И я не поехала. Я посмотрела, пока я подождала, время уже третий час дня. Я подумала, что осталось всего три часа. А там рядом находится парк Гагарина. Я ещё хотела туда зайти. Там лес, всё такое. Там красиво, карусельки. Всё посмотреть, пофоткать, там, походить, погулять. То есть, мне хватило. Ну, как бы, это время тоже надо. Плюс магазин, плюс вернуться домой. Как бы, и плюс ещё темнеет. Темнеет рано. Я подумала, ладно, не пойду. Может быть, завтра. Не факт, но, наверное, завтра пойду. Если, конечно, мама с утра не позвонит и не скажет, что Диму забирай. Вот. Потому что довольно долго, он уже дня три-четыре где-то находится у мамы. Как бы, уже пора. И сегодня я решила пойти в гудок. Там я вспомнила, что есть магазины техники. И поскольку там ролик выйдет, конечно, с опозданием, но у нас как раз идёт вот этот вот период, чёрная пятница. Якобы, везде находятся скидки такие, там классные. Мне пришло вообще злой рейджинс. Якобы, у них там всё по 99 рублей. То есть, не 999, а 99. Я, ну да, думаю, конечно. Так вот, ушко почесал своё. Лапшу на уши мне вешаете. Конечно. Ну, ладно, решила идти. Думаю, заодно и посмотрела. Конечно, никаких скидок там нет. Зашла я в РБ-тестер. А, я хотела купить ноутбук. Вот. Я уже давно хочу ноутбук, чтобы проводить трансляции здесь на кухне. Кушаешь, вот пока там чем-то занимаешься, делаешь. Потому что там в комнате просто сидишь и ждёшь людей, пока они появятся. А здесь что-то там копошишься, что-то делаешь и заодно проводишь трансляцию. Ну, эти стримы, трансляции, всё такое. Я хотела для этого. Вот, думаю, посмотрю ноутбук. Занайду тысяч за 15-м, я его возьму. Как раз будет нормально. Пришла в РБ-тестер. Там вообще половина скуплена некоторая. Скидок никаких нету, акций никаких нету. Чёрная пятница как будто там мимо пролетела. Как будто её там вообще не было. Часть товара отсутствует. А ноутбуки-то от 38 тысяч. Я думаю, блин, значит, мне такой дорогой надо. А был там системный блок за 8 тысяч. Я думаю, может я системный блок взять тогда. Думаю, а монитор, думаю, у меня есть там телевизор такой маленький стоит. Его, наверное, можно использовать как монитор. Надо попробовать его подключить к системнику. Может его можно использовать. По-моему, у меня даже шнур должен быть. Думаю, системник сюда поставлю. Блин, ну это опять системник. Он будет мешаться тут, где-то стоять. Где-то ему... Что ж такое? Где-то ему нужно, то есть, тут место. Это же всё-таки системник. Ноутбук-то его сложил, книжечка-то там поставила в книге, там убрала. А это системник большой. Думаю, как-то это ни туда, ни сюда. Но думаю, ну зато 8 тысяч. Думаю, я сэкономлю. Ну ладно. Пошла в ДНС. С трудом туда дошла. Это так далеко находилось для меня. Зашла туда. А, увидела смартфоны. Мне ещё смартфон надо новый. Мне мой что-то виснет. Так странно стало. Вот два раза надо нажать. Два раза, чтобы выйти куда-то. Чтоб трубку. Нажимаешь один раз трубку. Тишина. Второй раз жмёшь. Он только тогда реагирует. Подвисает. Знаете, вот честно, он мне очень нравится. Мой телефон прям вот безумно нравится. У него две передние камеры. Две. То есть, я ещё его покупала вообще там тысяч за 13, наверное. А не там Honor только-только появились. Но у него две передние камеры. Это классно. То есть, фотографируется я, например, чётко. А задний фон... Фон. Задний фон. Он размывчато. То есть, блин, это просто классно. Не знаю, может, у других сейчас тоже так же есть. И с одной камерой передней, по-моему, может быть, так тоже должно быть. Не знаю. Но мне безумно нравится вот это. Фотки он делает прям вообще классные. Мне нравится. Там, конечно, выяснилось, что чтобы было приложение YouTube там, то есть, сейчас знаете, то, что Huawei и Honor, у них там какой-то запрет на Google. Короче, у них нет вот этих приложений от Google. У них их нету. Естественно, YouTube там нету. А как я без YouTube-то буду? Там можно только, если зайдешь в браузер, в этом браузере YouTube откроешь, вот это вот всё маленькое, увели. А смысл тогда покупать телефон? Если вот это вот всё залазишь в браузер, так же, как и в компьютере. В компьютере, хоть понятно, это компьютер. А тут вот, всё, твой телефон. И как-то ни туда, ни сюда получается. И так же мне сказали, сейчас вы обновите свой телефон, вот у меня Honor, то у вас YouTube пропадёт. Блин. А я уже думала, думаю, он зависает, наверное, надо его обновить. Думаю, нет, тогда я теперь не буду обновлять. Думаю, это же будет вообще кошмар. Думаю, с меня YouTube пропадёт. Как я буду читать комментарии с телефона? Вечером ложишься, там, спать, комментарии почитаешь. Там, приятно же, думаю, чем в компьютер заходить. Думаю, нет, ушки, тогда обойдётесь. Вот. Ну, телефон, конечно, разнообразие там большое. Ну, получается, там только три варианта. Это какой-то там, Samsung и какой-то там ещё. Не помню, короче, какой там ещё. Вот. Что-то у меня тут. Пошла смотреть ноутбук. Ноутбуки тоже опять там все 50 тысяч, там 60, 70, там, я не знаю. Короче, всё очень дорого. Вроде бы чёрная пятница, скидки, скидки, весь день. Скидки. А в итоге приходишь, блин, а их нету. И телефоны так же, вот они. Как были все по 15 тысяч, там, кто там, 16. Вот какие были они там, цена. Такая же цена я стала. Где там скидка, я не поняла. Вот. Ну, ладно. Пошла я, значит. А, я приходила мимо и, короче, вспомнила, что я к FC хотела пойти. Пошла туда. Купила, поела там. Вот. Уходить уже стала. Собралась уходить. Там, напротив меня сидела пара, парень с девушкой, покушали. Ну, естественно, ну, как у нас принято? Поел, оставил и ушёл, правильно? У нас же так принято. Мы сами за собой же не убираем. Ну, естественно, там они тоже оставили. Идёт уборщица, ругается, что-то там ругается. А я пытаюсь вслушаться. Во что же она там ругается? Что же она говорит? И вот она начинает. О, не убрались свиньи такие. Убираясь, убираясь. О, шалавы такие. И у вас слово это шалавы. Думаю, это же вообще. Думаю, что это так обидно вообще. Ну, слышит просто даже это слово. И она поднимает на меня голову. Чё ты смотришь? Шалава. И пошла дальше. Блин, даже вот... Практически она меня обозвала, можно сказать. Так было обидно вообще. Из-за людей, из-за тех там сидела такая хорошая пара. Парень, девушка. Там девушка прям, видно, она такая хорошенькая. Такая не просто там какие-то пиво на пицце, гуляет. А видно, вот она такая хорошенькая. И их так обозвали. И потом ещё меня обозвали. Блин, я не знаю, это что. Я буду писать комментарии обязательно туда. То, что я там сидела, кушала, что меня там обозвали. Вот этот комментарий буду обязательно писать. Звёздочки буду ставить. Вот. Чтобы, может быть, как-то разберутся с этим. Да что ж такое у меня там спадает там. Как-то это не очень приятно. Приходишь в кафе отдохнуть, а тебя в итоге обзывают просто. Что ж такое. Вот. Рядом там сидела девушка. А, я потом на камеру там же поснимала. По-моему, сидела девушка. Приехала. Взяла. Я даже не знала, что в кафе там продают пиво. Я думала, пиво продают в закрытых кафе. А не вот таких вот открытых. На всеобщее обозрение. То есть, тут дети и тут пиво. Взяла два больших таких стакана пива она. И гамбургеры такие маленькие. Макдональдс, видимо, там. Есть они дешевые такие. Ну, как-то на закуску. Там, по-моему, даже просто гамбургер. Колбаса лежит. Может, там какой-то майонез сверху. И все. И сверху сама вот эта булочка. То есть, там вообще ни о чем. Вот. Она, видать, кому-то звонит. Смотрю. И там, видимо, кто-то отказывается. Говорит, я сегодня не смогу. Привет. Может быть, она это два стакана пива купила себе. И кому-то еще. Подружки, наверное, свои. Она не может. И вот та сидит расстроенная. Пьет это пиво. Вместе с этими. Все гамбургеры съела. Пиво там чуть-чуть осталось. Не может никак допить. И уже такая она сидит такая пьяная. Такие у нее там глаза уже красные. Она уже такая. Вы сидишь про себя. Смотришь на нее про себя. Думаешь, как хорошо, что я пиво не пью. Ну, где-то там зимой. Ну, зима уже, снег. Как бы на улице холодно. Где-то там в какой-то кафешке напиться. А ведь тебе еще нужно домой вернуться. Каким-то там образом вернуться домой. Не где-то там. Бывают такие люди, да. Они могут где-то по дороге домой спотыкнуться. Где-то там упасть под каким-нибудь балконом. И там замерзнуть. Честно вот. Об этом никто не думает. Не задумывается никогда. Она уже там прям вообще просто такая сидит в раскорячку. Думаю, ей ведь еще пить второй стакан. Думаю, я уже сижу, мне даже интересно стало. Она его оставит или нет. Но я чувствую, что время затягивается. Мне уже пора идти. Уже там еще несколько магазинов я не обошла. Она никак не уходит. А мне любопытно. Но я ушла потом. Пошла я в Глориа Джинс. Я хотела Диме купить кофточку. Теплую такую зимнюю кофточку. Но, блин. Не в дочках-сыночках. Не в детском мире. Не в Глориа Джинс. Не Хэ Мэ, что ли, как он называется. Хэ. Там какая-то вот эта вот загогулина Мэ. В нем тоже нету. Четыре магазина обошла от детских. Купить зимнюю кофточку на зиму. Зимнюю, вязаную. Хотела такую вязаную, хорошенькую. Ну, хотя вот без этого вот. Ну, какую-то просто красивую кофточку нету. Единственное, я видела в Глориа Джинс. Она так вроде симпатичная. Но, не знаю. Мне показалась она тоненькая. Но надо было взять. Я подумала, ну, там еще три магазина. Я сейчас обойду, найду по-любому что-нибудь. Нет, не нашла ничего. Вот каждый раз пьешь, каждый раз этот лимон сваливается мне на нос. Я вспоминаю, как раньше было пьешь и стаканы воду. И думаю, сейчас этот лимон сваливается. И он так сваливается. И вода эта так, хоп, на тебя такая идет. И в итоге проливается. Вот с этим лимоном так всегда. Хоть его там привязывай чем-нибудь. И с ложкой пить тоже неприятно. Концветки у меня еще тут, кстати, лежат. Хотела конфетки поесть с вами. Но я только что поела, сытое сейчас. Не буду пока есть. Попозже немножко поем. Вот. Вот так я сегодня... А! Потом я пошла домой. И подумала, что было бы хорошо, если бы я доехала на чем-то. Посмотрела такси. Там километра три, наверное, от магазина до меня. Три-четыре. Вот так вот где-то. Такси стоят 200 рублей. Мне что-то стало жалко денег. Думаю, 200 рублей. Блин, это же дорого 200 рублей. Думаю, блин, что же делать-то? Пошла пешком. Дошла до остановки. Подождала, пока все люди уедут оттуда. Ну, коронавирус же все-таки. Думаю, сяду в пустой автобус. Подъезжает троллейбус. Причем так интересно. То есть ему горит зеленый, он может ехать дальше. Он остановился. Открыл двери. Заходите, люди. Я захожу. Мне кричат. И мужчина кричит вот в этот вот громкоговоритель. И, как ее, кондуктор. И сидел один человек. Тоже кричит. Что же там они кричают-то, типа... А, в депо едем. В депо, в депо едем девушка. А мы в депо... Ох, господи. Да плопло. Блин. В депо едем. Никого это не берем с собой. Я такая остановилась. Не поняла. Я говорю, а нафига, говорю, вы открыли вообще двери? Говорю, нафига вы остановились, открыли двери? Ну, мы просто вроде это. Я вышла, у меня так обидно стало. Я думала, я сейчас в пустом автобусе, да, еду, вернее, троллейбусе. Они, блин, вот просто, реально, просто странно. Я вышла и просто пошла пешком. И уже я от злости опомнилась. Там уже стала подходить уже к следующей остановке. Думаю, ну, смысл ехать на автобусе. Там мне как раз остается через остановку выходить. Вот, ну, было это обидно. Не поняла я вот этого. И горит зеленый свет. Он может ехать спокойно. Но нет, он остановился. Причем он какое-то время стоял, 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 стоял. То есть ему горит зеленый, а он стоит на остановке. И тут открывают двери. То есть открыл двери, тишина какое-то время. Я пошла. Я была единственная, кстати. Никто, а, ну, там народу было мало уже. Видать никому не надо было. Потому что 17-й троллейбус уже прошел там несколько раз. Уже все люди просто уехали. Вот, и я тут. Вот, короче, не знаю. Что тут? Не знаю, как это расценивать. Какие-то странности у людей бывают такие. Поехала бы дальше. Это я же еще зашла туда. Думаю, хорошо я была в маске. У вас же там коронавирус есть. А если я бы вдохнул там у них? Ну, кошмар. Вот, и пришла домой. Пошла пешком. Пришла домой. Долго шла. Очень устала. Хорошо, что я пиццу вторую купила вчера. Иначе бы я до туда точно не дошла бы. Я была очень сильно уставшая. Завтра я, наверное, сегодня постараюсь лечь спать пораньше. Завтра, если мама не позвонит, то надо, наверное, попробовать. Не знаю, не обещаю попробовать съездить туда в парк Гагарина. Сходить в этот магазин. Не знаю, работает он или нет. Но в Гудке, кстати... Так, в Гудке, что у нас там? По-моему, все магазины работали. А, даже я зашла в свой любимый магазин Кёду. Кёда? 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 Кадэ? Ну, что-то такое. Обувки. Там всегда была такая овы. Была всегда красивая. Недорогая, она нормальная цена. Там, как бы, качественная, но нормальная цена. Есть и подороже там у них. Всегда можно было что-то выбрать. А это было ощущение, как будто я зашла в какой-то... Не знаю, в московской ярмарке. Вот есть вот эти вот магазины, там тоже обувка продается. Вот что-то вот какой-то... На какой-то рынок как будто зашла. Какая-то обувка вся такая странная. Какая-то такая... Такая не нужна никому. Ой, Господи. Что это? Я стакан взяла. Представляете, тут по столу другой... ШИХ! И проскальзывает бумажка. Это она приклеилась. Стакан. Кстати, вот я на днях сегодня... Сегодня, вот и вчера, вот вечером... Начала задумываться больше все-таки об этом. Сейчас расскажу. Покупаем мы с вами еду всякую разную. Остается после... Ну ладно, вот эта баклажка, да, я ее использую для полива цветов. Оставлю. Потому что мои старые уже. Опять же, старые я выкину уже. Правильно? Остаются всякие вот такие вот фантики. Они же не гниют. По сути. Вот эти вот они не сгниют. Пакеты. Стеклянная вот бутылка там из-под пепси-колы стоит, да? Вот эта вот обертка, она не сгниет. С ней вообще ничего не будет. Она вообще никак не разложится. Если, допустим, еще коробку вот эту вот пластмассовую, там пойдет дождик, и она может вмякнет в земельку там, или сожгется, она там где-то там, что-то с ней произойдет, да? То вот эти вот обертки, с ней ничего не будет. И покупая... Вернее, сейчас я только задумывалась. А когда вот пойдешь ты еще раз в магазин, да, и подумаешь вот так вот, а стоит все это покупать вообще? Потому что вот реально выкидываешь мусор, все это выкидываешь в мусорку. А в итоге, кстати, у нас вот в Оглосе, по-моему, не помню, я на камеру снимала или нет. Я, по-моему, с Женькой как-то гуляли, я фотографировала. Есть свалка. А, есть вообще-то, где-то я на камеру снимала все-таки давнишние влоги. Есть свалка городская. У нас в Оглосе. Причем Оглос считается это лучшим вообще дачным поселком. Там якобы, то ли, земля там самая лучшая. Не знаю, почему он считается таким самым-самым. Вот. Но там, если чуть дальше пройти, пару потом полей пройти, там можно увидеть. Там огромная городская свалка. То есть, там до этого был карьер. Его там рыли. Ну, такая огромная яма, да. Вот видели, наверное, кто там карьер. Эту щебенку, что они там достают. Или что они там достают, не знаю. И там свалка городская, птицы летают, пыль, грязь, вонища. Мы с мужем доходили, гуляли. Да тут случайно, чисто случайно ее обнаружили. Просто шли, гуляли по полям. Радовались птичкам, запахом. И вдалеке вдруг я увидела, что там на горе стоит большая машина. И что-то туда вываливает. И какой-то там еще вдалеке то ли домик, что ли, стоял. Ну, короче, пылище. Жуткое пылище. И что-то туда вываливается. Я говорю, Жень, что-то тут не то. Я говорю, давай дальше пройдемся. Что-то неинтересно стало. И вот, значит, идем, идем, идем. И чувствуем запах. Такой помойки запах. Он все сильнее, сильнее. И потом начинает мусор лежать. Просто идет дорога. Не асфальтированная, обычная дорога. И мусор. Тут мусор валяется, еще мусор. Потом его как-то становится больше, больше, чаще. Он чаще валяется. И среди, то есть, получается, вот эта свалка, посадка вот так вот. А перед ней поле, которое засаживают, там, например, кукурузой, там, пшеничкой, там, чем-то еще. То есть, оно спаханное даже. То есть, блин, вот даже вот так вот. И, честно говоря, я даже не ожидала, что эта городская свалка находится, ну, не знаю, может она как-то по-другому называется. Просто свалка не городская, а просто свалка. То есть, находится настолько близко к нам. Я не думала вообще об этом. Я думала, она находится где-то там, я не знаю, где-то там далеко, где нету людей, где очень-очень далеко. Где там доехать сложно даже. Она находится рядом. И там, конечно, мусора там очень-очень много. Там вот так вот вокруг вот этот вот мусор лежит. Вот как показывают какие-то вот города, да? Где в воде мусор лежит, вот эти баклажки всякие. Вот там точно так же вот было. Это ужасно. Не знаю, там когда-нибудь, может быть, я залезу на старый свой диск и, может быть, фотографии как-нибудь найду. И вам там когда-нибудь их покажу. Не знаю, но это ужасно. Вот. И после этого начинаешь, вот покупаешь вот это, начинаешь все есть. И вот думаешь, а может быть, не надо покупать все это. Может быть, как-то можно купить что-то другое. Там более в каких-то там бумажных пакетиках. Если, например, народ задумается весь, то, возможно, производители начнут покупать, вернее, ставить на продажу, допустим, шоколадки уже в бумажных обертках. Помните, как раньше было? То есть «Щедрая Россия» шоколадка, да? У нее была бумажная обертка, и внутри была фольга. Эту фольгу, я помню, мы в школе, в садике, мы ее собирали всегда. Всегда их собирали, ее складывали. Что с ней делали дальше, я даже не знаю, честно. Я помню, что мы ее собирали. Ну, что-то, наверное, напишите, кстати, в комментариях, что там с ней делали дальше. Знаете, какие-то цветочки, может быть, вырезали. Я помню, как я ее выравнивала вот так вот ногтем, вот по ней проводила. Меня папа научил. Не знаю, ну, что-то с ней в любом случае делали, а бумажки эти как бы отправляли на утилизацию, может быть, жгли их там, ну, хотя бы это поменьше, чем, допустим, в Атраном, я помню, с Женькой гуляем, там есть полянка, где приезжают и разные пикники устраивают. Ну, и так вроде на эту полянку по дороге идешь, смотришь, она вроде чистенькая, все в порядке. А вот когда вдоль леса проходишь, там такой мусор лежит. Там ужас, что лежит. Там даже бутылки вот эти стеклянные, они разбиты. Как будто вот их выпил, да, вот пиво напились, они потом начинают их просто бить. А вот зачем? А потом животное там пробегает, лапку ранит об эти осколки. Опять же, там вроде думают, что стекло лучше пластика, а стекло, оно так же не разлагается, оно так же остается в земле на многие-многие века. Не знаю, если стекло, допустим, в Волгу еще, не в Волгу, а в эту, в море упадет, море его хотя бы делает, из него какие-то камушки такие вот, общищенные, красивые. И потом эти камушки собираешь, то хотя бы это, можно их там куда-то, куда-то деть. А здесь вот в земле они лежат. Ох, мы сами с вами портим нашу экологию. Мусора становится все больше и больше. Там вот я помню, как-то очень давно показывали, в Китае мужчина, там, видимо, очень много мусора у них в Китае или Корее, мне не помню, где точно уже. Помню, Скорглазов он был. Вот. У них очень много мусора лежало, и он стал из этого мусора делать какие-то сланца. Как-то он там их спрессовывал, что-то он там делал, начал это все продавать. Сначала никто не хотел покупать, там вроде из мусора, там что-то такое, а потом вроде начали. Вот. Если сейчас... Навряд-то, конечно. У нас в России кто-нибудь займется что-то делать из мусора, но если бы, допустим, сейчас изначально бы, как, допустим, пивзавод Жигулевский, да, у нас вот стоит, он принимает бутылки пустые жигулевского пива. Если бы вот точно так же где-нибудь принимали бы вот эти вот пластиковые вот бутылки, там пластик, допустим, перерабатывать, его там бутылку, допустим, пластиковую переработал, там ее расплавил, да, не знаю, очистился там, чтобы там каки всякое не было, ее потом куда-то себе отправить, что-то пластиковое, другое сделать, стул пластиковый, например, сделать хотя бы. Там вот эти вот зелененькие, там их тоже если расплавить, там тоже куда-то отправить, что-то из них там следующее сделать, там какую-то обувку пластиковую, в конце концов там, я не знаю, что-нибудь было бы у нас такое, уже было бы гораздо-гораздо лучше. А то ту кучу ведь потом ее, по-моему, закопают просто, и все, этот хлам останется, весь этот мусор останется в этой куче, он даже годами никогда не сгниет. Тем более вот эта вот бумажечка, она точно не сгниет, никуда не денется. Ну а что там? Ее можно в землю положить на дачу, поливать, поливать. Не знаю, если только под солнцем раскрошится она, но не факт. Вот. Кстати, вот этот тоже вот. У него такой контейнер тоже. Ну как, не контейнер, а упаковка. Ну, короче, много. Вот так вот сегодня я с утра подумала о таком интересном. Надеюсь, вам нравится мой наряд новый. Тысяча девяносто девять рублей стоит. Мне больше нравятся вот ушки. Видно, ушки вот тут вот. Единорожечка такая, прям вообще просто классный. Очень понравился мне костюм, но хотелось бы мне, конечно, его размер побольше чуть-чуть. Ну, больше такого цвета больше не было. Немножко вот, если руки вытягивать, вот чуть-чуть прям. Ну, в следующий раз я куплю себе костюм уже побольше. Уже буду знать, померяю его, сколько он там в сантиметрах, чего, как. Но единорожка это круто. Это классно. Даже, а нет, у этих. А, вот даже тут гривы есть. Да-да-да-да, точно. Я помню, у кого-то было. Другие единорожки, они немножечко другие. У них, по-моему, вот этот вот рог какой-то поменьше, что ли. Ушки другие. Вот они, но они отличаются. Это круто. Что они отличаются. Капюшон вот этот побольше. Сейчас уже у нас мода пошла на большие такие капюшоны, красивые. Хорошо бы, если бы вот здесь тоже что-нибудь такое сделали. Вот. Все, с вами я поболтала. Я очень сильно устала. Пойду сейчас как-то за компьютером. Посижу. Отдохну. Вот. В комментариях мне пишите, понравился вам такой наряд или нет. Также напишите, как вы думаете, какой же наряд у Димы. Кем же у нас будет Дима. Каким маленьким животным. Обязательно напишите. Мне будет интересно. Ставьте лайки. Я для вас старалась. Мы с вами погулялись сегодня. И все это записывать. Так, что там? Подписывайтесь. Жмите на колокольчик. И с вами был канал Артмания. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok